Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим седьмую главу. Не определено ли человеку время на земле? И дни его не то жили, что дни наемника. Как раб жаждет тенье, так наемник ждет окончания работы своей. Так я получил в идеал месяцы суетные и ночи горестные, отчислены мне. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечером длится, и я ворочаюсь до сыта, до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами. Кожа моя лопается и гноится. Мы видим, что после того, как к Иову пришел его друг Елефас и другие друзья, то Елефас Филомитянин первый начал говорить слово к Иову, как об этом сказано. И в четвертой, и в пятой, и в четвертой главе, и в третьей главе. И мы видели, что в шестой главе Иов начинает говорить и о днях страдания своего. Он приписывает свою скорбь своим тяжелым испытаниям. И в этом тексте мы прочитали, не определено ли человеку время на земле и дни его, не то же ли, что дни наемника. Некоторые люди, когда читают эти тексты, они говорят, что жизнь человека определена, предопределена, и это некая такая судьба. Ну, скажем, что это не совсем так. Дело в том, что действительно дни жизни человека определены в той мере, когда Господь сочтет нужным призвать человека к себе. Но не определены в том смысле, что для человека что-то предначертано судьбой, и какие-то дни жизни его определены по строгому графику, как в это верят некоторые язычники, такой всемогущей кармы, некого такого абсолюта. Конечно, нет. Просто говорится о том, что человеку, как и сказано, дни его 70 лет, а еще в силах 80 лет. То есть в зависимости от того, как человек живет и когда Господь его призовет. Мы видим, что Иов сетует в этих словах. Он говорит, так я получил в удел месяцы суетные, когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь доста, до самого рассвета. Понятно, та болезнь, которая его постигла, она, конечно, тяжкая. Он так и говорит, тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится. Мы помним с вами, что Ветхий Завет — это дедоводитель ко Христу, что все слова, которые произносит Иов в некой степени, это те слова, которые можно определить и Господу, и Спасителе нашему Иисусу Христу, который пострадал за род человеческий и понес на себе язвы этого мира, то есть язвы нашего греха. Также некоторые отцы церкви, например, Григорий Великий, и святитель усматривает в этих словах вопы людей, живущих в церкви по заповеди Христовой, в отличие от тех, которые ее нарушают, а лучше сказать, игнорируют. Как и псалмопевец Давид в одном из своих псалмов, так и говорит, доколе, Господи, будешь терпеть беззаконие беззаконников? Вот что пишет Григорий Великий, цитата. Если мы это воспримем как голос Вселенской Церкви, то обнаружим, что она без сомнения иногда отягощается гниением плоти, а иногда грязными струпами. В ней, разумеется, есть многие, кто, служа любви к плоти, разлагается зловонием роскоши, а есть такие, кто держатся в стороне от вожделений плоти. И далее продолжает. «Однако всем сердцем своим погружены земные дела». То есть, интересно, и тут он проводит разграничения, свидетель Григорий, он говорит, есть люди, кто действительно сложит роскоши вместо Богу, то есть, сложит Иисуса не ради Иисуса, а ради хлеба куса. Но есть и другие, говорит, более такие лукавые люди, которые вроде бы как бы держатся в стороне от служения плоти, «однако, как он говорит, всем сердцем своим погружены в земные дела». И далее. «Так пусть святая церковь говорит голосом одного из своих членов, пусть скажет о том, что она претерпевает от каждого из них. Плоть моя одета гниением и грязными струпами», как об этом стенает Иов Многострадальный. И далее. «Как если бы она открыто заявила много тех, кто члены моей по вере, но по делам нездоровы и нечисты, ибо одержимы непристойными желаниями и поражены разлагающим гниением, либо предавшись земным делам, превращаются в пыль. «Ведь предстоящих себе распутства, у которых приходится терпеть, я издаю стоны от гниения плоти, а выщущих земного, что мне приходится сносить, как неразложение в пыль». Конец статы. Мы помним, что в Евангелии есть такие слова, когда Господь говорит, что вы говорите, Господи, Господи, а заповедей моих не соблюдаете. «Дела плоти известны», пишет об этом апостол Павел в послании к Галатам. Можно даже проверить, и я всегда призываю открывать книги Священного Писания в нашем с вами исследованиях. Послание к Галатам, пятая глава. Апостол Павел так и пишет. «Дела плоти известны». Вот, пожалуйста, это 19 стих. «Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». И говорит апостол, «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Плот же Духа, — пишет апостол, — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Видим, что это разлагает тело Христова. А тело Христова — это и есть церковь его, святая, соборная, апостольская. Конечно же, не таинства повреждаются, да и не будет с нами такого богохольства. От того, что мы творим дела плоти, не повреждается таинство крещения, в таинство крещения умывается наш грех. От того, что мы творим дела беззакония, конечно же, не повреждается таинство исповеди, а наоборот. «Все, что не скроешься, да не отаишься от меня и не исцелен от иниш», — как возглашает священник, отпуская грех, будучи свидетелем того покаяния человека. Конечно же, не повреждается таинство Евхаристии, от таинства благодарения, если мы творим беззаконие. Это есть, в этом есть святость церкви, когда мы говорим веру во единство в святую соборную апостольскую церковь. Но есть и другая сторона церкви, человеческая. И вот об этой человеческой стороне говорит Иов Многострадальный, когда мы грехами своими разлагаем внутреннее состояние церковного единства. Так и пишет, так и говорит, так и пишет об этом святитель Григорий Двоеслов. «Много тех, кто члены мои по вере, но по делам нездоровы и нечисты, ибо одержимы непристойными желаниями и поражены разлагающимся гниением». И мы читаем далее, шестой стих. «Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится, видеть доброе». Действительно, в Священном Писании сказано, что есть жизнь человека. Сказано в соборном послании апостола Иакова. Она как пар. Приходит на время, и Иов это понимает. Говорит, я временна на этой земле, ничего нет вечного на этой земле. Все проходит, и жизнь человеческая тоже исчезает как пар. Единственное, что не исчезнет никогда, это бессмертная человеческая душа. И далее, «Не увидит меня око, видевшее меня, очи твои на меня и нет меня». То есть, действительно, когда человек умирает в этой жизни, Бог его уже не увидит. Он будет в жизни будущего века. «Не возвратится более и дом в дом свой, и место его не будет уже знать. Не буду я уже удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою, ложе мою. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучшей смерти, нежели сбережения костей моих». Иов действительно пребывает в этом страшном страдании. И он говорит о том, что лучше для меня смерти. Но Иов многострадальный, даже в эти ветхозаветные времена, мы видим, что он уже, конечно же, обладает полнотой понимания, что есть смерть первая, что есть смерть вторая. Можно об этом сказать, и тут не будет никакой ошибки, потому что Иов говорит, Господи, лучше мне умереть, как апостол Павел говорит, лучше мне разлучиться с телом, нежели пребывать в нем, ибо ангел сатаны удручает меня, дана мне жало в плоть. Но, говорит, хочу до времени ради вас пока остаться и в плоти. Так Иов говорит, лучше для меня смерть, то есть лучше мне расстаться с этими страданиями земной жизни и водвориться у тебя, Господи. Потому что есть смерть первая, это разлучение души от тела, и есть смерть вторая, разлучение души от Бога. Иов желает первой смерти, чтобы душа его разлучилась бы с этим телом, гниющим, не дающим ему покоя. И мы сказали ранее, как об этом говорит святитель Григорий Двоеслов, о том, что все это гниение, которое есть, это не что иное, как состояние греха. И вот Иов желает разлучиться с этим состоянием греха. Вот, например, можно также сказать, да, что об этом говорит и свидетель Иоанн Златоуст в дальнейшем. Да, что я могу сделать для тебя. Это уже 19-21 стих, лучше его дочитать. Далее он говорит, «Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне, отступи от меня». То есть продолжается эта молитва. «Ибо дни мои суета». Что такое человек, что ты столько ценишь его, обращаешь на него внимание твое? То есть здесь созвучны слова псалмопевцу Давида, который так говорил, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. «Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить стину мою. Если я согрешил, то я... Что я сделаю тебе, страж человека? Зачем ты поставил меня противником в себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня и нет меня». Вот что пишет святитель Иоанн Златоуст по этому поводу. «Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня». Цитата. «Что я могу сделать для тебя? Что я могу сделать для тебя? Что я должен сделать, пишет святитель Иоанн Златоуст? Сделать теперь, чтобы грех не был грехом, чтобы быть помилованным и примириться с тобой». То есть Ио вопрошает, что мне сделать, чтобы примириться с тобой, если это все дано мне за наказание, за мои грехи. Он говорит, что мне делать, Господи, дали. То есть то, за что его обвинял его друг Елефас. И далее продолжает святитель Иоанн Златоуст. «Знающий ум человеков, зачем ты поставил меня противником тебе?» То есть он говорит, что «Господи, ты знаешь все, все помышления ума моего». И далее святитель продолжает. Иоанн говорит, что это не потому, что сам обвиняет Бога, ни в коем случае, но потому, что происходящее с ним порождает великое обвинение Бога. То есть Елефас как бы обвиняет Бога. И он здесь, Иоанн, уже в некой мере выступает аполагетом. Поэтому он и говорит, знающий ум человеков, даже если они не говорят, ты знаешь их тайны, замышляемые в уме, что такой-то человек перенес такие страдания. Это не слова того, кто ищет себе оправдания. И вот смотрите, как заключается Ситлян Златоуст. «Ведь он не сказал, я праведен, но они имели обо мне хорошее мнение, а теперь подали жалобу на тебя, Господи, из-за того, что я терплю». Конец цитаты. То есть свидетель Анан Златоуст усматривает в этих словах, говорит, что друзья, Елефас в частности, он как бы подает жалобу на тебя и говорит о том, что Бог он воздает по принципу торгово-рыночных отношений. Если человек что-то не выполняет, то Бог сразу его наказывает. Это не совсем так. Бог наказывает человека, как мы видим из этой книги, не всегда за его грехи. Бог может наказать человека и послать ему какие-то скорби, которые человек думает, что это как наказание, для укрепления его веры. Оказывается, если вера ваша будет с горчичным зерном, для укрепления той веры, которая хотя бы есть, как с горчичным зерном. Поэтому не всегда в таком понимании юридическом, что если вот ты что-то такое сделал, сразу получи. Бог иногда испытывает человека. Таких испытаний мы видим в Священном Писании множество. Это и испытывал Господь Авраама, укрепляя его веру, и Даниила, когда были искушаемые отроки в печи, когда Даниил сказал, не поклонимся ни тебе, если Бог даже... Бог силен, он говорит, спасти нас. Помним эту историю с Даниилом и его друзьями. Но если даже не спасет, мы не поклонимся тебе. То есть Даниил полностью доверял Богу, доверял его промыслу. Был искушаем, то есть испытуем, но остался преданным Богу. Поэтому Иов здесь явно говорит, отвечает Елефазу о том, что на все есть промысел Божий, что Бог знает, что он делает. И как он говорил об этом ранее во второй главе, что неужели мы только доброе будем принимать от Бога, а злое не будем, так он теперь выражает это и здесь. Он говорит, Бог знает все. Его ум, он говорит, Бог, знающий ум человеков. Бог знает все, и все, что со мной происходит. Я не знаю почему, желаю лучше остаться, разлучиться с телом моего дворица у тебя, Господи, но принимаю так, как это есть, доколе не будет на это воля твоя. Вот то, о чем говорится в 7 главе книги Иова.